Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Сегодня вы увидите К сезону готовы! Футболисты мини-футбольного клуба «Элекс Фаворит» проводят заключительные тренировки перед стартом первенства Нулевая ничья Футбольный клуб «Рязань» на выезде сыграл 0-0 с липецким «Металлургом» Подтянуться для результата Рязанцы поучаствовали во Всемирном дне подтягиваний В Сочи проходят первые всероссийские пляжные игры В рамках которых состоится всероссийский турнир по тайскому боксу В Рязанской области на турнире представляет спортсмен Уйбун Тахеров Наш боец поборется за выход в финал всероссийского турнира по тайскому боксу Тайский бокс или муай-тай – это боевое искусство Таиланда Поединки в тайском боксе ведутся в полный контакт и по очень жестким правилам Основа муай-тай составляет ударная техника Удары противнику наносятся на всех уровнях – в голову, по корпусу, руками и ногами, локтями и коленями Захваты и броски в тайском боксе играют менее значимую роль В муай-тай культивируется также прикладная техника Работа с колюще-режущим оружием, различными видами ножей и кинжалов, палками, метательными ножами Правительство Таиланда всячески способствует развитию муай-тай А в настоящее время тайский бокс популярен далеко за пределами страны Россия не исключение – тайский бокс набирает свою популярность день от дня И это неудивительно, хотя бы потому, что это один из самых зрелищных видов единоборств В нашем городе тайский бокс тоже весьма популярен Аризанские бойцы показывают высокий класс на всевозможных соревнованиях Определенно, тайский бокс – это спорт настоящих мужчин И в то же время он и делает настоящих мужчин Вырабатывая характер и вытачивая неизгибаемый волевой стержень Быть поверженными, тем не менее, эти спортсмены не боятся И уверены, что всегда могут защитить себя и своих близких Какие качества вырабатывает тайский бокс? Что это? Какие? В первую очередь, я доверяю себе Доверенность И потом, что здоровое, хорошее, бродящее Силу воли? Да, силу воли Занасливость? Да, все-все Несмотря на то, что схватки муай-тай выглядят довольно агрессивно У тайских боксеров существует определенный кодекс чести Этот вид спорта предполагает уважительное отношение к противнику Запрещается использовать любые оскорбления до и после схватки Нарушение этого правила грозит потерей баллов А иногда и проигрышем боя Кроме того, боец муай-тай и в повседневной жизни должен быть примером честности, скромности и законопослушности А вот жалости к сопернику – не место в этом виде спорта Есть ли место жалости на ринге? Нет, конечно, не жалко Я полнуюсь своим силам дали Не ищу Это бой Что делать? Надо я делаю свои дела А после боя мы как с друзьями общаемся Все, ничего, так и плохо, ничего нет Всем будет, спасибо Ну и, конечно, по уверению моего собеседника, тайский бокс – огромная составляющая жизни Попробовав, остановиться уже невозможно И кто хоть раз жизнью соприкоснулся с боксом, тот не может не полюбить это искусство Организаторы определили расписание рязанского этапа Кубка России по мини-футболу Впереди и новый сезон, а подробности далее Рязанский «Элекс-фаворит» вовсю готовится к новому сезону В преддверии новых спортивных баталий Генеральный директор мини-футбольного клуба Виталий Громов поделился планами и настроением В этом году стартуем мы в более серьезном дивизионе Это второй дивизион по всей стране высшей лиги Команды очень серьезные, ну такие бренды, как «Спартак», «Москва», «ЦСК» говорят о многом Поэтому планный сезон у нас, как говорил Владимир Ильич Ленин, это задача максимум, задача минимум Задача максимум у нас всегда победа, прежде всего в каждом матче Ну и задача перед командой ставим все-таки попробовать попасть в пятерку С 14 по 18 октября состоится розыгрыш Кубка России Здесь, по словам Виталия Громова, задача одна – попасть в двойку То есть в обязательном порядке занять первое, ну или хотя бы второе место Для того, чтобы участвовать в одной восьмой финала И привести в Рязань уже 4 ноября чемпиона страны «Газпром Югра Югорск» До старта чемпионата остался месяц И сейчас тренировки проходят в ежедневном режиме В команде, уверил Виталий, настроение боевое Коллектив опытный, уже много лет вместе, поэтому бояться нечего Нужно лишь стараться бороться и стремиться к победе Есть потенциальные новые участники команды, но их имена пока держатся в тайне Состав у нас практически мало меняется Костяк у нас сохраняется Одна-две позиции у нас постоянно вливает свежий профи А так, всех, кто играл В общем-то, у нас мы сохранили состав по сравнению с прошлым годом Вот сейчас у нас на просмотре наши же местные еще три человека Ну, все зависит от них, как они будут работать, фамилии называть не буду Вот, смогут ли они закрепиться, смогут ли они попасть в состав Это уже зависит, в принципе, только от них Словом, болельщикам стыдно не будет А матчи, как и прежде, будут проходить в спортзале рязанского филиала Московского института МВД У всех болельщиков мы приглашаем поддержать, поболеть, помочь Потому что в большом футболе 12-й игрок, здесь 6-й игрок на поле, 5-й в поле играет Поэтому нам нужно 6-й, 7-й, 8-й и так далее игроки, чтобы нам действительно помогли А теперь о футболе большом Свой матч в рамках девятого тура розыгрыша первенства России по футболу в зоне «Центр» провели рязанские футболисты Очередной матч рязанские футболисты провели на выезде в Липецке Там ФК «Рязань» встретился с «Металлургом», идущим в турнирной таблице прямо вслед за нашей командой с отставанием в одно очко Потому матч прошел в упорной борьбе В этом сезоне, к сожалению, рязанские футболисты не могут похвастать высокой результативностью Впрочем, и пропускает ФК «Рязань» очень мало Кстати, у «Липецкого «Металлурга» схожие проблемы До этого матча липчане не могли забить в пяти встречах подряд Однако, все-таки хозяева в первом тайме выглядели поинтереснее Больше владели мячом и периодически доводили свои комбинации до ударов Но вратарь Виталий Яковлев был надежен И вручал даже в самых, что ни на есть, голевых моментах Рязанцы же в первом тайме создали, пожалуй, лишь один опасный момент после подачи углового Василий Панев после скидки бил головой с линией вратарской Но не сумел до конца подстроиться под мяч и отправил его выше цели После перерыва хозяева продолжили давление И острота у ворот рязанцев возникала вновь и вновь Но оборона справилась со всеми атаками липецких футболистов Рязанцы же изредка отвечали И ближе к концу второго тайма реальный шанс открыть счет упустил Георгий Журавлев Нападающий рязанцев за счет скорости и дриблинга пробросил мяч себе на ход в штрафную Однако пробить вратаря Александра Хобзева не сумел В итоге матч закончился в сухую, 0-0 Главные тренеры по-разному оценили проведенный матч Мы большую часть времени владели преимущество, где-то с 30 минут Первый тайм, мы полностью взяли мяч под контроль Владели мячом на чужой плане поля создавали моменты, но, к сожалению, не забили Второй тайм и нарезали было пару моментов, где нас спростили И тоже заключительно 15-20 минут Считаю, что мы полностью владели, но соперник отошел оборону большими силами Вскрывать тяжело, значит, нам не хватает как мастерства, так и нам немножко везения Мы же приехали в день игры, сколько-то, 3-4 часа в автобусе Все это накладывает свой отпечаток, поэтому мы поблагодарили ребят за самотачу Единственный положительный момент Да, хорошо, вышли претензии Есть претензии в игровом плане, но этому, я думаю, разберемся дома Единственный позитив в том, что все-таки мы взяли очко А это уже положительный момент А так, по игре, конечно, очень много нехороших моментов, которые надо Но, как бы то ни было, по-любому я благодарю ребят, чтобы они вышли, побились, то, что мы просили И поиграли ровно настолько, насколько они готовы на свой день По итогам девятого тура розыгрыша первенства России по футболу в зоне «Центр» Рязанцы сохранили за собой третью строчку турнирной таблицы, набрав 15 баллов Напомним, что пока лидирует в «Катамбок» с 19 очками Второе место у «Пензенского зенита» и 17 очков Очередной матч пока Рязань проведет на своем поле 19 сентября А в понедельник по всей стране весьма масштабно отметили Всемирный день подтягивания Присоединился к этим физкультурным соревнованиям и наш город В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках Их обустроили во всех районах областного центра Подтянуться на турники пришли прежде всего юные и молодые горожане Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка» Воркаут или уличный фитнес – это одно из популярных сейчас направлений массовой физкультуры Для занятий достаточно простого дворового турника и брусьев Ведь основной акцент делается на работу собственным весом для развития силы и выносливости Кстати, в областном центре постепенно появляются и современные спортплощадки На которых помимо стандартных перекладин смонтированы разнообразные рукоходы, шведские стенки и прочие конструкции Всемирный день подтягиваний не смогли пропустить ребята-любители уличных тренировок Перед началом соревнований рязанские и косимовские турникмены показали, как правильно делаются такие элементы, как выходы силы, флажки и горизонты Ребята говорят, что спортсменами себя не считают, однако они вместе проводят тренировки, составляют собственные методики, учат новые элементы и собираются в будущем выступать на спортивных и физкультурных фестивалях Я сначала занимался лыжами, лыжным бегом, потом занимался просто бегом И потом я, когда приехал к другу в гости в Касимов, он показал мне пару видео, которые я уже понял, что мне это очень нравится Я попробовал пару элементов, мне очень легко удалось Меня как затянуло это, я дальше стал учить, учить, учить И вот сейчас я достиг более сложных элементов До воркаута я ничем не занимался, физическую активность особо не проявлял Воркаут я увлекся два года назад, понравился он мне тем, что есть разнообразие огромное в упражнениях То есть ты пришел и что ты хочешь, что ты поделал Мне он понравился тем, что он довольно дружный То есть приходят все, огромное количество людей на тренировку и общаются, делятся опытом между собой Показывают, что это друг другу, каждый учит чему-то новому Перед участниками соревнований по подтягиваниям выступили юные гимнастки с показательным номером А затем юные гимнастки продемонстрировали мастерство акробатики и грации уже на привычных для себя снарядах Все участники соревнований и даже большие любители турников и брусев аплодировали спортсменкам На гимнастику меня привел папа, мне нравится этот вид спорта Снаряд какой тебе больше всего нравится? Бревно Почему? Ну не знаю, мне нравится там все делать, но узко Получается? Да Самая хорошая гимнастика, лучше всех Спортом очень хорошо заниматься, он полезен Ну а после показательных выступлений ребята турникмены превратились в судей И стали отсчитывать количество подтягиваний у пришедших на площадку возле бассейна «Чайки» желающих Надо сказать, что первые уличные соревнования по подтягиваниям состоялись в 2011 году Тогда на акцию собрались около 3000 человек Однако довольно быстро спортивное движение вышло на международный и даже официальный уровень Так 14 сентября прошлого года спортивные площадки были обустроены уже в 53 странах мира И поскольку Всемирный день подтягиваний – праздник молодой, то и каждый год удается поставить рекорд по общему максимальному числу подтягиваний В прошлом году участники подтянулись 164 707 раз Чтобы побить прошлогодний установленный рекорд, каждому в среднем необходимо было сделать не менее 10 повторений Обычно мы в пределах 10 раз, я считаю, что это уже довольно-таки неплохо Это средний результат 10 раз Ну, выше 10 раз, это уже, я считаю, показатель довольно-таки приличный, на хорошем уровне Во-первых, это силовой вид спорта, и он довольно-таки популярный и в колледже, и в студенческой среде И вот этот Всемирный день, в принципе, я, в общем-то, приветствую это Ребята с удовольствием сейчас идут на вот это мероприятие Впрочем, рязанцы не подвели, по итогам Всемирного дня подтягиваний на спортплощадке пришли 3838 человек И они подтянулись 49 706 раз Таким образом, средний результат каждого рязанца составил 13 подтягиваний Теперь эти результаты будут направлены в Москву и пойдут в общую копилку подтягиваний нашей страны И на сегодня это все, будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова